Под 203 номером заявлен экипаж Владимира Васильева и Константин Жильцова. По итогам двух этапов Кубка Мира в этом году, россияне имеют в активе 26 очков, отставая от лидеров Насра и Петранцеля на 4 очка. В прошлом году в Казахстане экипаж впервые принял участие в гонке и поднялся на бронзовую ступеньку подиума. «Шикарная гонка, нам понравилась очень трасса, скоростные, очень на высоких скоростях приходилось ехать. И мало того, что все спецучастки, это 2000 км спецучастков, и разница была до последнего времени, у нас там особенно с Кубой было там, в секундах ехали разница. Вчера у нас была проблема с мотором, у нас какие-то перебои пошли, мы 23 раза глушили машину для того, чтобы она потом опять ехала, потому что она у нас пропадает мощность, мы глушим, едем дальше. Поэтому проиграли вчера около пяти минут ему, но вот сегодня попытались отыграть, отыграли только около трех минут, поэтому не хватило этого. Но вообще в целом, в общем, конечно, очень хорошая гонка, и в тройке лидеров разница всего, там меньше десяти минут у всех вместе, это, конечно, такая очень плотная борьба была как раз между соперниками. Так вообще организаторы молодцы, очень хорошо постарались сделать гонку. В этом году Владимир Васильев и Константин Жильцов примут участие на своем обновленном мини, который прошел в апреле тест боем на чемпионате России в Астрахани, где экипаж занял первое место в Абсолюте. Ну, после Кубка Мира Абудаби прошло достаточно много времени, казалось бы, непривычная история, хотя все это время прошло не зря. Я поучаствовал в работе рабочей группы штурманов ФИА по приглашению Юта Крэншмитт. Также мы с Владимиром Петровичем приняли участие в чемпионате России, где заняли первое место. Гонка ралли Нахимов, который, ну, немножко не в нашем стиле, но тем не менее, также прошла удачно для меня, где я занял первое место. В общем-то, все было посвящено автоспорту. 15-го числа была презентация очередной версии Токара в Саудовской Аравии, где была достаточно интересная встреча. где присутствовали все практически участники и команды и так далее. Кастера ознакомил нас с новой версией, достаточно, наверное, будет интересной. Но, что касается, вот, вся новая физкультура в рамках подготовки к очередному этапу в Казахстане. Бонка, которая, на мой взгляд, будет очень сложной по многим причинам. Шесть ударных боевых дней с большим километражом, с разнообразными вариантами и условиями, где получили быстрые спуски и бездорожные, и, допустим, юные. Демалграс, но очень полный набор интересных, действительно, трасс. Хорошую осень подобрал Казахстан в этом году. В общем-то, все сильнейшие приезжают на этот этап. Будет очень интересная борьба, при том, в полном составе и с топ-сурманами. В общем-то, отличная гонка, по прошлому году очень понравилась. Я думаю, что мы можем оказать достойное соперничество.